Обычно для новичков вполне достаточно, если у мотоцикла со старта набирает скорость и проходит трассу. Но находятся те, кто хочет идти дальше. Для них очень важно чувствовать, как работает их мотоцикл. То есть вы должны знать, что нужно сделать, чтобы добиться от мотоцикла максимальных результатов. Для механиков это бесконечное занятие. Они постоянно что-то меняют и проверяют, и снова меняют и проверяют. Они проверяют на практике целесообразность тех или иных идей, что работает лучше. Они проводят тесты с секундомером и интересуются ощущениями гонщика. Профессиональный гонщик будет подгонять на все мотоциклы до тех пор, пока он не будет идеально подходить ему. И это еще не все. Работа над машиной будет продолжаться постоянно, благодаря тому, что совершенствуется техника. Всегда находится что-нибудь новое или улучшенное, что стоило попробовать. Если вы хотите стать профессионалом, вы должны знать, как работает ваш мотоцикл, и постоянно развивать свои знания, чтобы по-настоящему дружить с машиной. Субтитры создавал DimaTorzok У новичка достаточно времени, чтобы выработать свой собственный стиль вождения. Это то же самое, что отпечатки пальцев или голос. Нет двух одинаковых. Если вы смотрите соревнования по мотокроссу, вы узнаете своих друзей по их стилю езды, даже не зная номера или цветок одежды. Гонщик, который не очень серьезно относится к мотокроссу, точно так же не заботится о своей технике и стиле. Он ездит на мотоцикле так, как это у него получается, и этого вполне достаточно. Но тот, кто относится к своим занятиям более серьезно, прекрасно понимает, что наличие собственной техники и стиля езды является основой его успеха на соревнованиях. В следующей части этого фильма мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных техник и стилей. Все профессионалы ими пользуются. Почему? Потому что таким образом они могут действовать гораздо лучше. Эти техники общие для всех профессионалов. Но профессионалы пользуются ими, имея свой собственный стиль вождения. Поэтому, если вы хотите стать профессионалом, вы должны применять эти виды техники в соответствии с собственным стилем. На что я обратил внимание. Новички редко двигаются на мотоцикле. У них постоянно напряжена верхняя половина туловища. Они пытаются удерживать определенные статичные позы. Как правило, новички напрягают шею, плечи, грудь, спину, руки и даже мозги. Расслабьте верхнюю часть туловища так, чтобы вы двигались за мотоциклом. Используйте ноги в качестве опоры. Пусть верх работает совместно с мотоциклом, а не сопротивляется ему. Вам будет гораздо легче. Кроме того, общий центр тяжести окажется ниже. Искусство мотокросса состоит в удержании равновесия. Слаженности действий. Контролирование ситуации. И умение заранее определять код событий на трассе. До того, как что-нибудь произойдет. Ничего не надо делать специально или через силу. Просто для приобретения всех этих навыков необходима длительная практика. Они должны стать частью ваших реплексов. Выполняться автоматически. Чтобы ездить как профессионалов, вы должны освоить движение корпуса в максимальной амплитуде. Сейчас мы рассмотрим два технических приема, которые позволят вам делать это уверенно и под контролем. Итак, хват сверху и положение локтей. И переднее положение туловища. КОНЕЦ Сначала хват и положение локтей. Они действуют вместе, так как не бывает одного без другого. И если вы едете с опущенными вниз локтями, значит вы новичок, и скорость невысока. Или же вы просто не стали учиться новым правилам езды. Вы когда-нибудь видели, как некоторые гонщики работают рукояткой газа всей рукой? Наверное, им кажется, что они ведутся агрессивно. Агрессивный стиль вождения предполагает прежде всего быстрое движение по трассе. А не то, как ваш локоть помогает управлять рукояткой газа. Так можно скатиться очень низко. Гонщик с опущенными локтями не имеет возможности как следует контролировать свое движение. А также пользоваться другими нужными навыками, как, например, ехать передвинув корпус вперед. Проведите опыт. Всядьте на мотоцикл и возьмитесь за руль обычным хватом. Не сверху. Теперь сдвиньтесь вперед. И попробуйте дать газ. У вас нет возможности контролировать мотоцикл в таком положении. И если вы считаете, что так и надо, то попробуйте встать. Вот теперь точно ничего не получится. Это касается не только рукоятки газа. С опущенными локтями вы не можете двигаться вдоль мотоцикла и принимать правильное положение. Корпус не будет образовывать рычага с мотоциклом. Хват сверху и поднятые локти – обычное положение для профессионалов. Если они постоянно находятся в таком положении, значит, в этом есть смысл. Когда вы держите руки хватом сверху и поднимаете локти, ваш корпус и мотоцикл образуют систему рычагов. Вы сможете сохранять ее в любом положении корпуса, а также в любом положении рукоятки газа. Особенно хорошо вы можете это почувствовать, когда вам нужно передвинуться вперед, одновременно газуя. Еще лучше, если находитесь в положении стоя. Когда вы убираете газ, вы отодвигаетесь назад. Когда увеличиваете, то передвигаетесь вперед. И всегда вы должны любое действие выполнять правильно, что возможно только при контролировании ситуации. Такой стиль невозможно применять при обычном хвате и опущенном вниз локтям. Единственное, когда вы не поднимаете локти при резком торможении и в положении стоян. Когда вы выполняете поворот, локоть, обращенный к его внутренней стороне, также не должен быть поднят. В то же время наружный локоть поднят вверх. Если локти подняты в момент торможения, вы не сможете отодвинуться назад, и руки примут на себя всю нагрузку, и могут даже сорваться с рукояток. При повороте внутренний локоть не должен быть поднят, потому что сам мотоцикл наклонен в эту сторону. Вы также должны клонить корпус вслед за ним. Пусть обращенная внутрь поворота рука находится в нейтральном положении. Чтобы освоить эту технику, отрабатывайте ее элементы по отдельности в безопасном месте на учебной трассе. Руки и плечи должны быть максимально расслаблены, и при этом контролировать мотоцикл. Постоянно напряженные руки и плечи будут только мешать вам. Расслабьтесь, учитесь действовать слаженно и контролировать эти действия. Другим важным моментом является умение чувствовать рукоятку газа. Приходя сверху, вы сможете действовать ей очень быстро. Другими словами, в алекос сможете прибавить газ и довести его до максимума. При обратном действии ощущение несколько иное. Поэтому отрабатывайте этот навык на безопасном участке трассы, до тех пор, пока не сможете чувствовать то, что делаете. Потом можете применять его во время езды. Важным элементом техники является умение находиться в переднем положении. В следующей части фильма я продемонстрирую вам новую систему обучения. Она будет использоваться в моих последующих фильмах. Будет рассмотрен ряд технических элементов. Каждый будет разобран по отдельности, и вы узнаете, как ими пользоваться. Весь процесс представляет собой четыре ступени. Сначала я объясняю новую технику. Затем демонстрирую правильное и неправильное выполнение. Затем показываю, как изучить технику на неподвижном мотоцикле. Затем вы узнаете о том, как отрабатывать ее на практических занятиях. А вот пример работы новой системы обучения. Помните, что в следующих фильмах будет происходить обучение другим видам техники. Итак, нахождение в переднем положении. Наклоняйтесь вперед, когда увеличиваете газ, независимо от того, сидите вы или стоите. Выход-поворот, наклоняясь вперед. Наклоняйтесь вперед при приземлении и наборе скорости после прыжка. Наклоняйтесь вперед на старте. Сжимайте мотоцикл коленем. Мы уже рассмотрели хват сверху и положение локтей. Это вам понадобится для нахождения мотоцикла в переднем положении. Переднее положение означает, что центр тяжести находится впереди оси вращения мотоцикла. Переднее положение помогает вам на старте, при скольжении мотоцикла и каждый раз, когда нужно резко набрать скорость. Кроме того, вы периодически находитесь в переднем положении, когда совершаете движение туловища в полной амплитуде, во время прыжков и при преодолении препятствий. Такое положение корпуса более естественное, чем какое-либо другое в этих ситуациях. Субтитры создавал DimaTorzok